сегодня 29 июля 2024 год состоянии пасеки вот такое на сегодня на сегодняшний день вместо 18 с весны стало 31 улей и 1 нуклеус пчелы сегодня работали с 7 утра до 11 утра несли массово обложку жёлтую потом дождик зарядил сейчас время 17 часов только что закончился дождь и пчелы сидят и никуда не летают дождя не было приблизительно три недели взяток тоже был плохой пчелы буквально летают восьмой день всего лишь на некоторых стоят по два магазина на некоторых по 3 на некоторых по 4 например вот этот большой здесь у меня магазин на 180 второй магазин на 180 и корпус на 300 и мини рамки для сотового меда на 50 на 5 сантиметров рамочки вот корпус и два магазина медовые а все верхние магазины месяц назад были медовые сейчас они все пустые пчелы еще не печатали верхние магазины взятки не было около месяца наверно весь этот мед и верхние магазины переработали на расплод не летают под воде пчелы вылетают все не хотят после дождя всю пульту смыло работать не хотят обещают всю неделю дожди как бы не райнулись сидят ничего не делают подсолухи выросли хотят стенить Дождик повалился, подсумки. Месяц у них еще есть до 25 августа, до 25 августа будем отбирать мед, сокращать гнезда, обрабатывать шнурками теда, а сублимацию буду делать в октябре-ноябре с щавелевой кислотой, таблетизированной. Солнышко вылезло, еще тучи ходят, вот сейчас опять дождик будет, туча. О, пыльцу потащил откуда-то. В этом году из восемнадцати семей, которые вышли в из зимовки, у меня райнулись тринадцать, только пять не израились. Эти пять, три были слабенькие, а одну вот эту семью не роилась. она не роилась. Эта улья стояла вон там, вот на месте этого. Я его перенес туда, поставил пустую улью с одной рамкой расплода. Вся гнездая пчела из этого улья перелетела туда. Здесь осталась, соответственно, молодая пчела со старой маткой. Но вот они не ройнулись. И принесли вот эту пуль, принес очень много гнезда. Сейчас на нем четыре магазина. Вот гнездо. Первый магазин на сто сорок пять медовый. Второй на сто сорок пять медовый. Третий на сто сорок пять медовый. Здесь рамки, мини рамки на восемьдесят. Были медовые месяц назад. Сейчас пока их пусто. Выбрали на расплод. До двадцать пятого августа, может, его натаскают. Вот, значит, что я еще пробовал противороевые. Вот этот улья стоял вон там. Я из него перенес его, вернее, сюда. А рамки все обратно перенес. В новую улицу. Оттуда забрал вторую матку. Задавил ее, короче. Сюда дал маточник. Пчела слетела сюда. Половина, половина сюда. И вот эти тоже не роились. Ни это, ни это. Остальные все роились. Этот роился. Тот роился. Бочка роилась. В бочку, кстати, не залазил. Уже месяца два. Поставил их. Когда полное гнездо набрали, просто роение. Поставил им вот этот корпус. Полностью медовый был. И здесь под сотовый мед. Третий корпус дал. Даже не заглядывал. В конце августа посмотрим. Буду разбирать. Покажу. Вот. Этот улич новый был. Я из этого уля старую матку сюда с расходом перекинул. Здесь оставил только дурамку с расходом печатным. Пчелы разделились здесь пополам. В итоге. Эти больше не роились. Этот роился два раза. Первый рой я поймал. А второй на березу вон туда высоко-высоко залетел. Метров двадцать. Достать не смог. Короче, улетел этот рой. И все. Вон те два уля тоже роились. Этот ряд весь роился. Кроме вот этой ловушки. Это я делал в отводах на старую матку. От улья стоящего вон там. Видите, все, 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 все тоже израились. Там две ловушки и два отводка. На старую матку один. И один с новым роем. Сажал их на рамки с расходом. По одной рамке давал с расходом. Чтоб не слетели. Но тем не менее. Ройнулись оба. Вон те две ловушки. Вон между ульев. Ройнулись. Чтоб не делал. Отводки на старую матку. Роились и те, и другие. Повертывал улья. От которых делал. От которых делал. Переставлял улья. С этого конца. Вон туда вон. Далеко-далеко. К забору. Метров 15 наверное. Роились и те, и другие. Повертывал улья. Вот. Сейчас летал здесь. Был летал здесь. То есть. Поворачивал. На 180 градусов. Нифига. Ройнулись. Вот этот. Кстати. Девятнадцатый. Он у меня. Раза два-три. Роился. Он сначала и тут стоял. Потом я его обратно сюда ставил. Разворачивал. Все равно. Роились. Вот. Не разнулся. Вот только седьмой. Стоял вот здесь. Я его туда перетащил. Сюда вот. Пустой улья поставил. Схрабчивость. Печатал расхода. Пчел сюда перелетели. Все не роились. А этот ройнулся. Рой обратно закидывал. Ну. Значит. Буду что делать. А матки здесь не было. В следующий год хочу делать. Значит. Все эти улья. Буду переносить на тот край. А сюда ставить новые улья. Ну. Ловушки по крайней мере. Пустые. Пустые. А с того края. Буду переносить наоборот. Сюда. Отсюда туда. А оттуда сюда. Ну. Все таки 13 из 18 еще нормально. А то в прошлый год у меня почти 40 раев вышло. из 18 по-моему. Или из 20. Каждую улью по несколько раз роился. По два как минимум. Среднерусская пчела. Что же делаешь. Карпатку у меня не выжило. Одна семейка была. И две как кавказских породы было. Ну. Тасколько же хорошо. А косень их разграбили. Среднерусские. Выдолбили всю семью. Все три семьи. Одну Карпатку и две кавказянки. Насколько знаю. Они гнезда не защищают нифига. Поэтому их раздолбали. И остались одни у меня среди русские. Мокрые печатки вообще нигде нету. А мокрую печатку делают как раз вот кавказянки. А сухая белая у всех. Значит все среднерусские. А у кавказянок у них хоботок длиннее чем у всех остальных птен. Они склеверы берут. С красного. Хорошо. Но среднерусские склеверы не берут. Не достают. Ну пока все. Следующий ролик будет как отбираю мед. Вот. Посмотрим. Занесут они верхние магазины. Не занесут. Увидим. 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 Увидим.